Друзья, привет! На просторах интернета наткнулся на один очень интересный предмет мебели. В Америке его продают за 28 тысяч рублей. По виду это самая обыкновенная полка. А что в ней такого и сколько мне обойдется изготовление, смотрите в этом видео. Приятного вам просмотра! Начнем с самих полок. И сделаем под них каркас из 25 уголка. Полки у меня будут из Леруа размерами 800 на 400 миллиметров. В эти размеры и нарежем уголок. Всего их будет 4 штуки и столько же комплектов уголков мы нарежем. Далее сварка. Как раз нашлась работа для моей самодельной струбцины. Вообще всю конструкцию нужно делать как можно аккуратнее, соблюдая все прямые углы. Видимые сварочные швы зачищаем при помощи уши. Вообще для изготовления этого предмета мебели требуется минимум инструмента. А главное большое желание его изготовить. Кстати для любителей читать специально сделал страницу канала на Яндекс Дзен. Приходите и подписывайтесь. Ссылочку найдете в описании. Вот что у нас получилось в итоге. Полка будет скрепиться к стене снизу. И нужно только сделать для этого соответствующее крепление. Они же будут и ребрами жесткости. Их сделаем из все того же 25 уголка. Вот так они будут выглядеть в итоге. И нужно только их проварить. Весь металл не забываем чистить от ржавчины сразу. Так будет работать приятнее. И перед покраской забот будет меньше. За кадром изготовил 6 вот таких деталей, которые позволят нашей полке складываться. Их приварим к передней части каждой рамки. Также понадобятся 4 стойки из профильной трубы. Размерами 1600 и 1230 миллиметров. В них нужно просверлить отверстия диаметром 6 миллиметров. С шагом, как в моем случае, 403. Механизм здесь не сложный. Главное аккуратность. И все заработает с первого раза. Так получилось и у меня. Полка прекрасно раскладывается и возвращается в исходное положение. После примерки изделия на стене определился с высотой упорных ножек. И привариваю их к самой верхней рамке. Ну и наконец испытание. Как мы видим, конструкция работает отлично. Можно продолжать. Правильно говорят, слесарка и столярка в одном месте – это две несовместимые вещи. Дереву нужна чистота. А поскольку другого верстака у меня нет, накрою поверхность куском обоев. Как уже говорил ранее, в Леруа прикупил массив сосны. Специально брал самый дешевый, где больше сучков. После обработки такая полка, на мой взгляд, будет выглядеть красивее. Заводская поверхность на массиве оставляет желать лучшего. Исправляем это обычной шлифмашинкой. Сами полки можно сделать из ЛДСП. Так получится дешевле и этой работы можно будет избежать. Древесину защитим при помощи мебельного воска. Он у меня с колером под дуб. Втираем его по волокнам и оставляем часа на три сушиться. И, наконец, финальные штрихи. Крепить дерево будем к уголкам на саморезы с пресс-шайбами. Сверлим уголок и через него уже прикрутим. Ну и в итоге вот такую красоту мы получили. Останется сделать еще комплект складных стульев. И можно будет теплыми летними вечерами выпить с друзьями кружечку холодного. Ну вы знаете. Плюс в этой конструкции это экономия места. Полку меньших размеров можно установить даже на балконе. А главный минус этого изделия, на мой взгляд, это то, что стена должна быть идеально ровной. Иначе полка к ней прилегать не будет. В конструкции, которые продают из-за границы, установлено два газовых лифта. Это компенсирует вес полки при трансформации. Однако, на мой взгляд, не удержит ее в вертикальном положении. Из своей же конструкции я их решил исключить. И фиксирую ее при помощи обыкновенного шпингалета. Так, на мой взгляд, надежнее. По цене же мне это изделие обошлось около трех тысяч рублей. Много это или мало? Думайте сами. Я же результатом остался очень доволен. А на этом у меня все. Если понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и поддержите автора в комментариях. А с вами был, как всегда, я Михаил. И это канал Добрый Мастер. Пока-пока.